так всем привет сегодня мы с деви всем привет комментируем финал поединок финала верхней сетки по чемпионату россии в дисциплине total war рим 2 и сошлись в этом поединке два очень сильных игрока представитель клана в м асеррор и волк оффичкерия без клановый игрок идет он за что это у нас за афины волк и за массили за массили идет у нас асеррор да 3 кельтских прощи мы видим за массилию до кельтские прощи да кельтские прощи три так ну да это массилийские гоплиты я так понимаю да центр представлен тремя массилийскими гоплитами кроме этого третья линия центра это два кельтских воина и фланги мощные фланги это массилийские гоплиты на левом фланге пельтасты топорник и кельтский воин на правом фланге еще один массилийский гоплит значит по центру а по центру один просто гоплита на правом фланге что не массилийский гоплит тоже пельтасты и два топорника ну и кроме этого 2 мы 1 массилийская кава и всадники с дротиками на правом фланге и всадники с дротиками генерал и массилийская конница на левом фланге. Слушай, ну я вот так-то наверное весь вижу этот кто он? Афин. Афин, да, вроде все видно. Странно. По-моему все как-то да. Гоплиты в Тораксах 2. Гоплиты в Тораксах еще 2-4 и по центру 2 замечательных наемных ветерана Гоплита. Очень стойкие Гоплиты. Три лучника мы видим за Афиной. Вторая линия центра. Третья линия центра представлена наемными фракийскими воинами в количестве трех. Поехали наверное на первой скорости. Кава я представлю походу. Так, Кава у нас представлена. Граждане-всадники, граждане-всадники и Таранькейка. Ну и всадники с дротиками в качестве генерала. Слушай, я не знаю, но за Массилию по Каве... О, появился еще один мечник там. О, да, мечник в Тораксах 1 и 2. Да, 2 меча в Тораксах у нас. На левом фланге и на правом фланге. И, да, граждане-всадники они... Да, но по Каве мне кажется преимущество все-таки должно быть за Массилией. Вот эти вот... Ну, Массилия и две ударки у нее. Да, и две ударки. Да, и Массилийская такая. Она гражданам-всадникам, если с натиска-то зайдет, я думаю, гражданам-то, наверное, и не выстоять. Несмотря на то, что у них там, если я не ошибаюсь, броня больше. Не менее, как бы и натиск... Граждане-всадники лучше по пехоте отрабатывают, а Массилийка это анти-кава такая. Против Кавы хорошо она. Да, при том, что она недорогая такой тоже. Один из пост-эффектив юнитов, да, в сосновах английских за Массилию. Ну, мощные фланги такие, конечно, у Асерора. Ну, правильно, он же любит. Кручу-верчу, обмануть хочу. Ну, а Торинтейка, что у нас на правом фланге, да? Он решил по гоплитам в лоб пострелять. Мне как-то кажется, это глупо в лоб по гоплитам лупить. Ну, да, что-то как-то они не уговариваются. И от пельтастов еще выхватывают Торинтейка, да? Да, выхватывают. Но как-то слабо она так выхватила. Ну, все, она бегала с Торинтейка на своем фланге и отходит. Подустали они что-то. Ну, бесполезно, да, Волк же понимает, что в Массилийских ты не выстрелишь. Топорников, вот если, да, но это близко подходить под пельтастов. Ну, вот там пельтасты, да. Да и сами топорники дротики кинут. Да, да, и эти-то товарищи тоже могут. Ну, началось верчение, кручение. Да, да, кто кого перекрутит. Ха-ха-ха, перевертит. Ну, Волка бесполезно, не перекрутишь в таком. Это не бэби-киллер. Ну, да. Волк не психанет, не попрет. Это вообще не психанет. Будет аккуратно крутиться. Слушай, ну, вот проще-то, да, надо полукарям, конечно, надо отрабатывать проще. Все-таки я вижу здесь задачу проще, попытаться все-таки выключить лучников, да, финских, и потом уже сосредоточиться на, может быть, на кавалерии, прежде всего, потому что, на кавалерии, может быть, там, на этих фракийских войнах, да, на слабо таких бронированных, покидать. Но, тем не менее, упорно Асерору у нас правый фланг пытается завести. В то время как... Ой-ой-ой-ой-ой, какой хороший чаш красивый на пельтастов, хлобысь, держи. Еще и тораксы кидают пилумы. Ну, это чисто, чтобы зацепить, армию сделал Волк, чтобы эти пижни. Надоело ему крутиться. Ну, и позволило Асерору на левом фланге зацепить себя. Да, причем зацепил, да, получается, там, где Асерору не хотел. Да-да-да. Но Асерор решил, похоже, отдать пельтастов. Ну, они очень здорово держат. Смотри, как вообще... Нет, они отходят и на плечах тащат. Но их преследуют, мечи их преследуют. Да-да-да, мечники в тораксах тащат. Да, вот если тораксами зацепиться, это да... Ой, нет, в то же время у нас на левом фланге... В левом фланге кавалерия входит в тораксы. Масилийка, да, заходит в тораксов. Тут же масилийские гоплиты подтягиваются. Так, ну, на правом все у нас... Ну, там в ударку проспало Асерору. Удар... Граждане-всадники, да, вошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Вошли граждане-всадники, да. О, крупный план, пожалуйста. Для любителя. Там такая все равно крупная группировка у Асерора идет. Он хочет, конечно, этот фланг зарулить. Похоже. Да, и на топорники входят вот здесь в наемных фракийских. Наемным фракийским так и не дали, я так понимаю, сначально зайти здесь на правом фланге. На левом фланге у нас граждане-всадники. Что-то там опять... Опять пельтасты попадают. Смотри, второй раз на левом фланге. Все никак их убить. Слить не может, вернее, Асерор. У Асерора волк не может их слить. Стрельные опять отмигали. Так он их отдает второй раз. Да, я же тебе говорю, он все никак это Асерор их сливает. Специально это он что-то делает. Это что-то там... Какой-то хитрый план у него по-любому. Так, ну в то же время у нас... Сокральное жертвоприношение. Да, да, да. С лучников уже прогоняют один отряд. Ну и масилийские гоплиты пытались здесь зайти на всадников с дротиками на генерала Мафинского. Но что-то пока безуспешно. О, фракийские воины здорово вошли в масилийских гоплитов. Гоплитов, да. А вот здесь вот прям вообще, да, замечательно. И сразу сливаются масилийские гоплиты, посмотри. Ну, ничего себе. Сразу, ага, да, порядочно. 20 вырезали. 20 сразу, да. И вторые наемные фракийские заходили. Ага, это вторая волна фракийцев. Вообще прям. Ну, она уже менее эффективна. Хотя, что-то они вдвоем. Ой, нет, тают, тают. Да, очень здорово. Всадники с дротиками опять пельтастые тут сдуваются. Ну, и масилийской каве опять тут чуть ли не стоячей достается. Ну, как-то на правом фланге неудачно, я так вижу. Серор с кавалерией у него здесь не срослось. Ударка, всадники с дротиками. Сейчас они вот граждане-всадники здесь. Опорники. Да, всадники с дротиками-то посмотри на правом фланге. 21 остался, который не генеральский отряд у масилии. А нагрузка на эти два ударки большая для масилии вот в таком бою, я считаю. Ну, это вот их не сила. Да, она должна была отрабатывать и в итоге один отряд-то ничего не отработал. 21. А фракейцы тут вытаскивают и опять заходят с натиска. Их, смотри, вытаскивает и опять заводит волк. Еще один натиск по масилийским гоплитам сделали. Бедолаги масилийские гоплиты. Ну, все, они уже не вытаскивали. Все замигали. Замигали. Ой-ой-ой. Ну, а в центре, да, понятно, у нас здесь завязло все это дело. На левом фланге тоже пытается осеров пробиться, но не получается. Проща отрабатывает по лукарям. Масилийка здесь с Таринтийкой схлестнулась. Здесь уже всадники с дротиками. Ну, здесь, да, видишь, волк, во-первых, отвел генерала. Да, он чувствует себя в безопасности. Во-вторых, он затаскивает весь этот правый фланг масилии, по сути. Два наемных фракийских высвободилась. Гоплиты в тораксах. Топорники здесь тоже сейчас уже попадают под Таринтийкой и под гражданами-всадниками. Единственное, если только вот генерал сейчас с натиска войдет и сможет что-то изменить в этой ситуации. Но пока правый фланг, ну, и очень интересная ситуация, то есть вот эти наемные фракийские идут, они могут уже в тылы выходить. И, в общем-то, весь правый фланг держится на топорниках, на генерале и на одной масилике. То есть, если здесь сейчас затащить Афином, они тогда прямым сразу выходят в тылы. Да, он сейчас на подмогу бегут фракийцы, успеет, но сейчас на перехват генерала масилийский, на перехват фракийский. Да, 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 здорово заходит. Причем он как-то так во фланг в тыл им зашел. Чардж не сказать, чтобы уж прям совсем состоялся, но тем не менее. И быстро-быстро убирает он их, потому что развернулись фракийцы, они даже в количестве 54. Ну, а теперь смотри, ловко как переброшен генерал Афинский, и он выходит на кельтскую прощу, и здесь ей сейчас будет... О, нет, он даже не... Он решил масилийский гоплитов добить. Гоплитов, да. Да, сливает гоплитов, да, и то, что проща стреляет в спину всадником с дротиком, это уже как бы ничего здесь не решает для Масилии. Ну, вот все-таки правый фланг отчаянно, но пытается затащить Асерор, но тяжело здесь. Масилийская конница демонстрирует здесь чудеса стойкости. Топорники, кстати, то же самое. Пытается наемных фракийских добить. Ну, а здесь Гена на Гену, но уже вышли наемные ветераны гоплиты. Ничего себе! 62 гоплиты в Тораксах, 104. Ну, я думаю, что если мы включим вторую скорость, на нас не обидятся. Да, уже ясно все. Да. Не удалось все-таки Асерору по своему сценарию. Ну, ударка не сыграла, то есть он просто спал натиски там в одну ударку, то есть одну вообще, по-моему, слил. Да, одна-то ушла в Арсилии, зашло в видолагану. То есть это такие два дорогие юнита, два дорогих юнита не сыграло. Ну и все, сейчас генерал тут прощу гоняет, пытается своим генералом законтрить афинского генерала Асерору, но это уже роли не играет, слишком много пехоты уже осталось. Да, да там еще на поддержку ветераны гоплиты тут же бегут. Да, целая генерал. Целая толпа вообще, все чешут, перекрывают ходы генем. Да, здесь уверенная победа Афин. Однозначно, да. Да, ну и фракции, да, мы говорили, что интересно, что на первый бой... Да, на первый бой такие среднего уровня фракции выбраны. Ну, всадники не сыграли у Масилии, однозначно. Два очень дорогих. у Масилийки две ушло, одна ударка ушла, да. У Масилийки одна ушла. Нет, одна ушла у Масилийки. одна ушла. Ну, три из четырех кавалерий не сыграли, причем две, которые явно двести на двоих не добили, то есть им здесь по единичке не хватает, соответственно, тут даже... Вот у Афин, да, пожалуйста всадники с дротиками. Да, пусть они, конечно, там по концовке это основная цифра, я так понимаю, это эти... Проща кельтская, но тем не менее. Нет, ну не знаю, но Афинам не так критично было, их не кавалерия была, просто остановить кавалерию, сильную кавалерию Масилии, потому что основная сила у Афина это вон ветераны гоплиты и фракийцы. Посмотри, сколько фракийцы накосили. Все за сотню. Все три за сотню, да. И ветераны и мечник за сотню, и гоплиты в тораксах два за сотню, ну... 1,98, да. Порядка 300 с лишним разница. С пехоты только один юнит не сыграл у Афина, это вот меч 1,26 набил, но он и то еще был наполовину целый. ну да, треть отряда когда-то больше процентов 40 отряда целый. Ну что ж, следующий бой, 1,0. Да, поехали на второй. Что там у нас притащили? О, ну что-то более сильное. это уже, да. Арверные Ордеи. Ну, это волк любитель Ордеев. Ну, я ставлю на Орверных тут. Варвары должны вырезать этих пиратов. Я тоже, пиратов. Твоих морячков сейчас они пощикнут. Если они там есть морячки, тут ханаем. Итак, Копейщики 2 в центре у нас. Интересная расстановка такая, присягнувшие, присягнувших, в общем, 2, 3, 3 присягнувших, соответственно, 3 избранных мечника. Проща раскидана равномерно, так вот она по центру, это кельтская проща у нас. Ну, генерал присягнувший, понятно. Фланги это качки новобранцы, качки новобранцы, 2, 2, и по 2 тяжелых всадника им в связку здесь придана. Вот такой 2 присяги, выше? 3. 3 присяги, 3 плюс 3, значит, расклад. Так, ну и Ордеи, что у нас Ордеи притащили на этот бой, на правом фланге мы видим наемный, наверное, все-таки давай сдвинемся, все-таки мы не видим всю армию. Две Торинтийки на правом фланге, одна на левом фланге Геордеев, первые здесь, ага, вот они, морячки, да. Ну вот они специально стоят в такие квадратики, они очень здорово кидают. Ну, чтобы побыстрее свернуться. Да, да, да. Они же в каретах свернутся. Да, совершенно верно, то есть они могут вставать и при этом они пиломятся вообще убийственно. Знатные лирийские гоплиты 2 на левом фланге, вторая линия центра, наемные кельтские воины, раз, два, три, четыре аж наемных кельтских воинов. Кроме этого, наемные пельтасты, да, раз, два, и вот здесь третий моргает. И еще один, я так понимаю, это лирийский гоплит здесь на правом фланге, кава, это лирийская кава. Но мы не видим генерала, скорее всего, он где-то здесь вот на правом фланге, и это, скорее всего, наверное, вот этот знатный лирийский гоплит. Потому что пока грузило себя чуть-чуть. Да, вот он вырисовывается. Да, да, вот он генерал, знатный лирийский гоплит, то есть всего четыре знатных лирийских гоплита, и три наемных пельтаста, ну, то есть, такой чисто пельтастовый состав. Единственное, странно, обычно Волк не берет вот лирийскую кавалерию, мне кажется, он обычно только от Тарантийки играет, он вместо нее там берет еще одного, короче, не берет он обычно эту лирийку, а сейчас он что-то взял, интересно. Ну, может быть. Что это он дальше? Ну, наверное, потому что у Арвернов очень, ну, хорошая тяжелая кавалерия, контрить, наверное, ее как-то. попытаться, да, при поддержке, может быть, пельтастов, да, но очень широко, посмотрите, стоит, как Арверны, левый фланг у них вообще целиком весь гуляет, где-то там. Ну, да, сейчас здесь РДМ стоять смысла-то нету, надо быстрее, быстрее попытаться, пока вот этот левый фланг непонятно. Да, не пришел, мне кажется, надо попытаться завязать. да, и причем желательно со смещением влево завязать бы все это дело. Ну, конечно, да, 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 и частично уже там отгородиться гоплитами как-нибудь вот так вот от центра, и это, ну, конечно, понятно, что Арверны стоять не будут, но тем не менее, если стоять самим, то как-то это, ну, а Серору-то на руку, это беготня здесь, что Торентийка, ну, да, Торентийка сейчас на крестьян сольет боезапас, непонятно зачем. Да, и это опять-таки все это, ну, вот зачем-то направо куда-то пошел у нас, да. Странно, зачем, правда, решил Волк по центру выровняться? А, нет, сейчас обратно. Да, да, перепутал. Это был обманный маневр. Ну, это же на руку вот эти маневры все на левом фланге Арвернов, это на руку Асерору, потому что тем самым он сдвигает и сдвигает фланг, посмотри как. Ну, да, да, он приближается, окружает сейчас эту милию коробочку. И ему, как бы, это действительно само то. Да, здесь есть, конечно, между флангами и центром вот такие вот дыры, но их заполнить-то некому, нету такой... Ну, все правильно, что Асерор отводит один фланг. да, пострелять проще, почему бы и нет, ну, и центром так потихонечку сдвигается он, в то время как проща выцеливает вправо, да, она знатных иллирийских гоплитов, конечно, она их там не убьет, но тем не менее. Ну да, как-то носятся бедолаги иллирийцы. Правый фланг, еще какой-то такой полукайкинг у нас получается. Ну, как, не знаю, стреляют, особо не стреляют, кстати, постреляют только Торинтейко только. Да, я смотрю. Асерор, смотри, боезапас не тратит. Почему? Да. Агент тратит, начал стрелять, начал. Ну, по Торинтейке, да, когда уже, отвел ее уже тогда, да. Ну, и налево, налево, да, все-таки налево. Да, вот здесь вот там можно было еще тогда действительно Торинтейкой попробовать завязать. Да, вот сейчас пойдет у нас чардж на крестьян новобранцев. Крестьяне выиграют. Крестьяне, они такие, да, бонус у них, что, преимущество, он против Кавы считает 25, ничего себе, конечно. Иди от гоплитов они удерут. Поэтому вынуждены кинуть еще и Лирику, чтобы догнать их. Да, еще и Лирика пошла. Сейчас еще и Лирика отхватит. И ты зайдет присяга, отхватят, и еще и гоплиты отхватят. А нет, Натик сбивает, сбивает присяги. И успел Волк сбить Натик с присяги. да, толкнул, толкнул Кау, да, чуть-чуть. Да. Ну, завязал Волк, то, что ему было нужно. И сейчас он должен пытаться разобрать этот один фланг. Да, причем надо быстро-быстро прям действовать. Ну, тут эти качки новобранцы, они, не дадут они здесь. Я думаю, совсем-то уж быстро зайти в бой. Хотя, тут же видишь, в это время же, эти товарищи, вот эти вот, и морячки-то, они же пилами состоят. Ну, да, он завязал, у него броня большая. Да, да, и пильтастые эти наемные. А у присяги броня меньше гораздо, 80 там. Да, И сейчас они поэтому отстреливают всю эту кучу, в надежде отстрелить присягу пилумами. Да, и на левом фланге уже три торинтийки, от тяжелых всадников бегут. Но не удается, не удается догнать. Но опять-таки, вот эта торинтийка, то, что она отходит, она на своих задах тащит два отряда тяжелой кавалерии, которые можно использовать, либо вот там по тылам, бить ту же лирийскую вот эту вот каву, либо пехоте пытаться как-то зайти, на пильтастов, там, то есть маневр, то есть он их притащил в тылы, по сути. А смотри, он окружил торинтийку. Да, 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 вообще замечательно. Тяжелые всадники, шикарно, захлопнулось. С обоих сторон окружили. Да. Единственное, тут вот что левый фланг, да, еще мал-мал свободный здесь у иллирийцев, но им воспользоваться никак. То есть вот этот промежуток, если правый фланг брать, сейчас надо тяжелые вклавы, мне кажется, пробить и хаос там устроить среди пильтастов, просто чтоб не стреляли. А что и делает, вот они тяжелые всадники уже в тылах гуляют. Да, здорово, захлопнул торинтийку, конечно. Сейчас вытащит он этих тяжелых всадников. Знатные лирийские здесь ничем не помогут. При том, что тяжелые еще и чаржат в тыл, тут и лирийскую каву, и гоплитов, тут уже ничего они не боятся. Они свою задачу этот отряд уже так-то неплохо выполнил. Да, ну и вот на правом фланге все на что способны сейчас Ордея, это вытащить торинтийки 50, да, отряды, наемные кельтские войны, выйти на вот этих вот присягнувших. Ой, здорово, смотри, как по центру. Прорыв какой, лирийские морячки, кельтские войны, проходят. Ага, проходят прощам. Ну, проща что-то как-то не это, но на избранных, что выходит в тылы, вот это вот очень плохо. А избранные на морячках засели. Ну да. Вообще, эти квадратики обходить надо, потому что разбирать их вечно. Конечно, на кельтскую прощу, торинтийка заходит. Обменялись, да, здорово, вот здесь по центру, конечно, классно. Ничего себе просадили. Ну, видишь, на правом фланге, вот здесь избранные мячи, раз, два, пересегнувшие, три, на каких-то позорных морячках тут виснут. Да, они вечность будут висеть. Да, и на знатных двух этих лирийских гоплитах, гена в центре не задействована. На знатных-то нормально, они режут знатных, они их вырежут, а вот то, что на морячках насели, там, три юнита, и сядут, да, на двух. Ну, да. Ну, и гена выключен из борьбы, блин, по нему наемные пельтасты поливают вообще тяжелые всадники. Блин, пельтастами, надо было тяжелые всадниками бросить, а он сейчас. Ну, у них враня, у пельтастов, у этих 65, на них тоже кого? Ну, кава с натиска, это нормально им даст, тяжелая кава им на их вынесет. Ну, и все-таки тылы свои отводит, отводит Асерор, но, блин, как-то это, слушай, опасно для ардеев, вернее, для арвернов, все здесь складывается. Центр проломленный, другое дело, что воспользоваться в полном объеме, вот только сейчас опять по тылам на избранные мечи заходят морячки. Да, конечно, Асерор тут зевнул, прощи прозевал он, он бы в конце расстрелял бы все прощами, надо было прощи беречь, а он насадил всех своих копейщиков, дешевых. ну и сейчас, вот смотри, эти тяжелые всадники куда-то пошли в тылы, зачем они туда пошли? Мне кажется, вот здесь было бы лучше из этих знатных иллирийских гоплитов чержануть, вот это правый фланг ардеев, зачем целый отряд 59 тяжелых мечей? Но он пытается сохранить остатки прачников, там перехватывает. Ну так у него же есть тут тяжелые, вот раз, да два, а, ну 17, 15, да, да, здесь я просто не вижу еще один отряд таренькейки завяз, да, 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 даже эти кто они, морячки, морячки же здесь бегают, да, точно. Там, да, упорный бой, блин, упорный. Да, на правом фланге, посмотри, кельтская праща здорово наемных тастов стреляет, которые завязали присягнувши. Ну да, здесь надо продержаться, пока знатный иллирийский генерал стоит, потому что присягнувши-то они, если сейчас зайдут на этих иллирийских гоплитов, гену-то они пришибут. Ну и все-таки не подвели избранные мечники, какие бы они там средние, или как бы их там не ругали по сравнению с другими мечами, здесь они затащили. Блин, из пращи он больше мечей убивает, чем... почему-то он переключился, действительно, да, 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 вообще пращи тут надо было сейчас уже не осталось кавалерии выключить и оставить их на конец боя, то есть, чтобы они... Конечно, да, да, да. А под конец дострелять. Ну да, очень упорный поединок. Ордеи дают бой по полной. Хотя, казалось, их захлопнули в окружении, да, шорох навели. Что маневры такие. Лахим шорох навели, но позволили и свои тылы разбить, арверны. То есть, через центр... Через центр, да, до сих пор эта дыра так и осталась бы. Морячки-то нифига себе, 149! Хо-хо-хо! Ничего себе! Хо-хо! И гонят, гонят, прощи. Вот сейчас только проща разворачивается, и морячков опять начинает стрелять. Да тут морячков уже можно этих не стрелять, уже бог бы с ними. Да он проща лупит по пилетастам до сих пор, блин, вот там, которая на правом фоне. я вижу, вижу. Она больше своих мечников убивает в спину. Да. Ничего себе! Ставлю на арвернов. Да, я тоже! Хо-хо-хо! Слушай, ну маневры классные, конечно, арверные, очень красивую игру показали. Ну если бы не косяк с центром. Да, да, в центре, вот все-таки вот эти вот три, два избранных меча и одна присяга, да, вот здесь вот висели, где сейчас два генерала. Все-таки они там хоть и на иллирийских этих гоплитах, но тем не менее. Не хватило как раз. Я сейчас прощу, припьют пилетасты. Да, сейчас так понят, наваляют. Я аж даже не знаю, на кого ставить тут на самом деле. Да, ну опять-таки. Пехота зайдет в тыл, этим присягнувшим. А присягнувшие-то сливаются иллирийским знатным гоплитам. Ну так их больше, во-первых, по количеству. Ну присяга 63, 81, да, гораздо больше. Тут нужно срочно-срочно эту прощу, конечно же, подтягивать сейчас все. Все сейчас зависит, вот, тяжелые 30. Кава надо, кава. Да, кава, кава и в тылы именно чаржить надо. Эти пилетасты наемные, вообще бог бы с ними. Вот, да, да, вот, все-все-все, переводит всю свою армию именно в тыл, вот этим вот, завязанным ближним боем юнитом РДФ, Асерор перетачивает. Асерор убегает присягой. От морячков удирают присягнувшие. Теряют при этом, и нехило теряют. Ну да, ему нужно сберечь генерала. Представляешь, присягу погнали. Да, ну здесь знатный, а, еще раз, чаржа входит в знатных и лирийских. Да, морячки, ага, не говори. Ну тут все виснет на генерале, конечно, нужно добить присягнувших. Ну а проще надо срочно, да, в гену со спины лупить прям надо, да, 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 да. Но очень вовремя тяжелые всадники подошли, да, морячкам наваляли, хотя морячки-то более чем все. Ну генерал сливается у Арверна. Ой-ой-ой, мигает, да. Ой-ой-ой, вся, побежали. Ну, ну, здесь я так чувствую, что уже Арверна. Ардей, затащили в бой. Давай вторую. Да. Лютой ненавистью ненавижу я этих Ардейов Волка. Как-то он ими выигрывает, вот такие бои, которые должны быть явно проиграны. Ну, это морячки откидались. Они откидались, да, они пилумами, они отпилумились в центре, ого-го. Только за счет этого, ну, как бы скажем, не то, что только за счет этого, но это, как бы... Причем, если посмотреть, сколько осталось знатных гоплитов по две трети юнита, то это, можно сказать, даже почти, что уверенная победа Ардей. Ну, практически, да. Ну, нет, не столько там уверенно. Ну, не то, на грани, видишь, если бы, я думаю, присяга сейчас выжила бы, ну, сколько ей жить, посмотри, они и так 256 набили. Ну, сколько можно уже ей там было жить, не суть важно кого. Да, прощата, в общем-то, неплохо Варвернов отработала, да и кава. Ну, в принципе, да, вот избранный 74, конечно, это маловато для... О, да, вот одна присяга проводилась. и одна присяга, 83, да, это, конечно же, маловато. А вот ее расстреляли таки. Ну, Ордеев... Посмотри, как два пельтаста отыграло, 209, 110 в Ордееве. Причем еще целый отряд этот, который 209 набил. Ну, да, стрелки опасные. Он вообще самый крутой отряд в армии Ордеев. Слушай, да, 209. Кто даже близко не набил столько. Вот он, да еще там морячки-герои 169. Ну, а вот на двух юнитах и затащил. Вот, а все берите пельтастов и моряков. Да, моряков и пельтастов, точно. Жаль, тут летчиков нету. Ну, давай, следующий бой. Да, разница-то по убитым небольшая, бой-то такой очень близкий, упорный, что там меньше сотни разницы. Геты? Ё-моё, Сиракузы, волк прикалывается, что ли? Ну, может быть, против гетов сиракузами пойти? Это, наверное, какой-то хитрый маневр. Да. Ну, уж сейчас-то должны варвары-то показать себя, черт побери. Ну, да, если варвары не покажут против сиракузов в шилах, то туда тоже... Варварам позор. Так, центр копейщики два знатных мяча. Всего четыре знатных мяча мы видим, ну и, соответственно, два наемных топорника. Мощные фланги. В центре дакийские тяжелые лучники, обалдеть, три. Кроме этого, центр это всадники с копьями, два отряда, левый фланг это по два копейщика наемный топорник, наемный фракийский пельтаст, о, видишь, пельтасты, да, снова. Всадники с копьями, правый фланг у нас это, а, ну да, генерал знатные мячи, правый фланг тоже знатные мячи, два копейщика наемных пельтаст и, да, фракийский, ну и всадники с копьями, четыре. Наемный не просто пельтаст, а фракийский. Да, фракийский, да, да, именно фракийский. Это крутой, самый крутой пельтаст. Да, да, знаю я их, этих гадов, блин. Давай на первой, я не вижу Сиракузы целиком. А, этих гадов ты знаешь, ты против них играл. Да, 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 ну вот у меня там, на них слил каву или что это надо? Да, этих даже, да не каву, а, да, каву, легкую каву на них слил, а потом копейщиков. Всю слил, все четыре отряда, по-моему. Да, да, а потом копейщиков, короче, на них еще слил, причем таких нехилых. Итак, копейщики-щитоносцы прикрывают раз, два, три, четырех прашников сиракузских, вторая линия это, пикинеры, от пик идет, четыре пики, ну, торинтейка у нас три, да, два на правом, юнит один на левом, гоплиты в тораксах, гоплиты в тораксах, левый фланг и мечники в тораксах, генерал это всадники с дротиками, ну и правый фланг я здесь не вижу, но я думаю там, наверное, то же самое, гоплиты в тораксах, что-нибудь такое, да, вот гоплиты в тораксах один появился, ну, шпарят геты, надо им подойти лукарями, да, два гоплита в тораксах, правый фланг, где-то тут, наверное, я думаю, еще один мечник в тораксах должен, да, аналогичные фланги, может пока на вторую, что-то долго они как-то сближаются, да, бубой всего пять минут, но пять минут, не успеем насладиться, ну да, о, решил в жертву принести торентийку, я смотрю, да, я тоже вижу, ага, торентийская кава, а для чего это делается, непонятно, не, ну, волк иногда бывает, да, вот так мы уже неоднократно видели, что-нибудь чержанет, отойдет, потом смотришь, по итогам боя, блин, она накосила там и немало, но здесь, но здесь она уже ничего не успеет, да, уже все, она уже ничего не успеет, здесь бедолага, тут еще до кийски эти лучники подходят, ну и пилу мы кинули копейщики, я так понимаю, сколько тут пикинеров, батюшки, их четыре штуки, четыре штуки, в принципе, для Досиракуз нет практически против варваров, да, при таком составе и подавно, а при таком составе и подавно, да, ну вот опять мы видим Зоосерора, да, смотри, то есть в принципе, ну вот эти вот движения, да, что в предыдущем сарверными было, да, ну тут, наверное, сейчас пики будут пытаться обходить, то есть, хотя обходить их совершенно не обязательно, то есть можно этими тяжелыми луками сейчас расстрелять всех прачников, ну почему-то попроще, да, 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 все равно, ну да, ну сейчас надо стрелять прачников, да, все правильно делал, это серор, тем более пока шли эти прачники, сейчас они идут, они не стреляют в лукари по ним лупят, ууу, и неплохо как, там очередную эту тарантейку стреляют, тарантейку раз, и снова Пельтастов отдает тут в ближний бой, он их как ближнебойников использует, слушай, ха-ха-ха, ну и завязывается правый фланг у нас, ну здесь я смотрю, наемные бегут топорники, копейщики на правом фланге, и, не знаю уж, в чью пользу здесь завязаться, мне кажется, это в пользу гетов все-таки, и всадники с дротиками, с копьями этими здесь, и знатные мечи подходят, ну почему-то отходят, геты отводят, ну потому что у них армия отстала у гетов, видимо, и решил, то есть, что недостаточно у него тут сил, асерор, ну в принципе, да, здесь два, хотя гоплиты в тораксах, ну и подел, пока сиракузы сходят, их тяжелые лучники отстреливают, и отстреливают, что-то, волк решил вообще всю армию в жертву принести, да, и сейчас, на перестроении сейчас ловит, асерор, смотри, как здорово, ему нужно кавой зайти, и все, и вот здесь вот этот центр, вот часть центра, там посеять эту суматоху, да, не успевают пикинеры штать фалангу, выхватывают, не успевают, да, опустить, да, не успели опустить, они свои пики, все, хана, здесь мечники в тораксах сейчас зайдут, и в это же время подходят знатные войны, а между тем левый фланг, сиракуз полностью разобран, вообще полностью, все, там сейчас, если генерала не вытащить, генерал еще помре, и все, да, пики ничего тут не сдержали, прачники ничего толком не настреляли, потому что в прощу, здесь вообще тяжелые лучники повыстреливали, неплохо, так скажем, ну и здесь вот прача тоже ближе к левому флангу стоит, она слишком близко стоит, почему она толком не стреляет, подошли эти знатные мечники, они тут дорезают, хотя здесь пикинеры, успели они опустить, да, эти пики здесь успели опустить, но попадают зато гоплиты в тораксах, всадники с копиями бьются всадниками с дротиками, топоры наемные, нет, все-таки левый фланг, смотри, сиракузам удается, и перебрасывает полностью, посмотри, волк свой правый фланг, я так понимаю, часть пойдет на центр, часть пойдет на фланг этих вот юнитов, поскольку действительно на левом фланге у гетов ничего кроме всадников с копиями и стрелков не осталось, то есть правильно, да, смотри, как здорово оценил ситуацию, что атаковать гетам на этом фланге нечем, соответственно, как бы можно перебросить, да, в центр бросает гоплита в тораксах, мечи в тораксах, и правый фланг будет прикрывать гоплиты в тораксах, по центру все завязано, пикинеры еще стоят, что у нас эти пикинеры, они, да, тоже, то опустят швабры, то не опустят эти свои, ну, под обстрелом все это, все под обстрелом, сейчас в тылы еще выходят там эти, посадники, копейщики, копейщики, да, и добивают они эти остатки прощи, и с торантейкой, думаю, они разберутся там в ближнем бою, да, ну, посмотри, целый левый фланг дакийских этих всех лучников и пельтастов, ну, признает поражение, он стоит и просто стреляет, то есть еще бы чуть дальше, и цифры за дакийских лучников были, мы видим, приставкой один здесь, ну, я думаю, смотреть, кто что набил, здесь даже смысла нет, смысла нет, то есть, сиракузы не угадали совершенно составом, да, я бы сказал, у них никакой состав ничего не мог сделать, не угадал, о, у нас против Геттон, фонд и Рим, так, это у нас что счет? 2.11. 2.1, да, 2.1 в пользу Волка, и так, за Рим идет у нас, Асерор, вот такой классический Рим взял, я смотрю, так, ну, что у нас тут в классическом Риме присутствует центр Виггелы, да, Виггелы, Виггелы, кроме этого, центр две когорты легионеров, союзные сирийские лучники и легатур или генерала, ну, однотипные, да, вот такие построения, характерные они для этого, для Сирора, союзная пехота, левый фланг, как горта легионеров, доспешные легионеры, союзная пехота, копейщики, эквиты, союзники, и ударка, зачем-то за рим, и союзные сирийские лучники. Да, нет, не совсем характерный рим, да, совсем, совсем не характерный, за счет ударки, скажем так, ну, Виггелы всего два, и копейщики, это союзная пехота, по два, и правый фланг, тоже когорты легионеров, доспешные, три союзных сирийских лучника, два эквита союзника, мы видим, и две ударки за рим, наверное, пойдем на первый, А, я уже включил первую, извиняюсь, ладно, включай, скажешь, когда у тебя будет 7.38, хорошо, а за понт у нас будет колеса, то есть, да, восточная проща, три, левый фланг, знатная кава, две, и понтийские мечники, два, и наемные ноги и мечники, правый фланг, тоже знатная кава, два понтийских мечника, наемные ноги и мечники, центр представлен у нас, пикинеры, раз, два, три, четыре, просто пикинеры, опять пикинеры, восточные копейщики, два, и колесница в роли генерала, так, 7.38 говоришь, да? Да. Давай, поехали. Хорошо. Ну, точно такой же состав Волк против меня использовал, против моего Рима. И как? я там на Рим испугался, что он возьмет этот, кайт полный, потому что за понт можно же полный кайтинговый, поэтому я там набрал три ариев, собачек, собачек, да, лучников ловить, а он взял вот этих пик и колесницу, и что мне с собачками делать, с три ариями? Да, с три ариями действительно, собачки-то еще, ладно, вот с три ариями куда ломиться? да, ха-ха-ха-ха, ну, хотя три арии очень стойкие, товарищи, ну, стойкие, но они, то есть, что они там, нет, здесь их, нечего, нечего убивать, да, ими нечего убивать, да, потому что кава знатна, это, вряд ли она под три ариев, попадет. Да, то есть здесь кава у него вспомогательную роль чисто играет. Вигелы. В одну лычку, кстати, вкачанную. Ветераны-вигелы. Да, ветераны, точно. Не, ну у них защита от ближнего боя достаточно высокая. Собирают они, что тут у нас нет-то? Так и не собрали они, не польстился. Восточными прачниками на Вигелов, Волкой. Идет-идет вперед. Нет, стреляет восточная прача по Вигелам? Стреляет, да, один отряд стреляет. Да, знатная кава и на Вигелов, ну не знаю. Почему бы и нет? Да, ничего себе, знатная кава, смотри, здорово. А они не успели в квадрат собраться. Да, они собраться в квадрат не успели. И тут же заходят восточные эти копейщики. Бомжи против бомжей. Да, да, да. Не, ну эти-то вообще бомжи восточные. Вигелы-то они уж там не такие уж прям, ну это, они подороже там. Им объяснили, что такое копье, а восточным копейщикам даже не объяснили. Да, даже не объяснили. Они просто выдали палки. Точно. Ну вот опять-таки. Асера решил флангом ударить один. Да, 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 заводит он свой правый фланг. Но в обход пошел правым флангом. Да, нужно срочно-срочно смещать пикинеров. Но опять-таки можно попасть сейчас на этом перестроении. Да, и ударка ловит. Кава одна чаржит мячей. Ударка здесь заходит. Хорошо кава вошла. Отлично, экс-сорординары вошли просто прекрасно. В три отряда они сразу пикинеров, проща и понтийских мечников. Да, колеса куда-то там идут на этот правый фланг. Но колеса это не ударная кава. Колеса против меня у волка там 300 с чем-то фрагов набрали. Они в руках волка страшная сила. Ну да. Он терпеливо. Он выжидает момента, когда их заиграть. Ну здесь пока единственное, что вот здесь вот можно. Вот он, он правый этот фланг весь завязан. И здесь можно попытаться через двух когорта легионеров. Союзная, еще когорта доспешные. Что вот это вот все завязано. И да, он вяжет, посмотри, эквитов союзников. Да, союзную пехоту. Сейчас про и пойдут колеса. Да, да. И по центру сейчас пойдут колеса. Но на них фокусит лучников всех своих ассерор. Мне кажется, рановато побыл волк. Да. Потому что лучники еще остались. Они сейчас эти колеса попросали. Да, и они близко эти лучники. Да, вырубили колеса. И да, он понимает, это волк отводит их. И то не успевают здесь. Полтинник успели накосить. Да, больше даже. 60 он уже. Под 70. 60 с лишним. Но выхватили-то они нехило. Ну, а мечи здесь проломили уже правый фланг-то. Причем без левого фланга вообще воюет у нас ассерор. Посмотрите, с раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, почти восемь юнитов вообще не участвуют в бою. То есть настолько эти мечи, конечно, римские имбовые, что одним флангом, по сути, и центром тащит этот поединок. Пока Рим. Да, колеса-то снова зашли. Вот теперь удачно зашли. Но тоже опять под обстрелом они уже одну колесницу потеряли. Да, смотри-ка, Каву как протащил все-таки знатно. Эта конница выходит она на этих союзных. И еще Кава и когорту легионеров знатный контрит. И заходит серпоносными колесницами на союзных сирийских лучников. И тащит их дальше под свои умирающие пики. Да, уже причем умершие. И колесит, колесит, прям действительно колеса колесит. Да, но они уже, конечно, подпросели эти колеса и замигали. 200 уже накосили, ого-го. Ну, для Волка это не результат. Ну да, не за что. Это будет 400. Слушай, ну 200, и они все-таки живы, еще 5 осталось, да? Да, помигали, помигали. И снова заводит. Но он отчаянно пытается все-таки по количеству просадить эти римские мечи. Потому что иначе, конечно, здесь пехоте понта не выстоять. И вот здорово правый фланг как пошел на центр. А в центре-то у Рима ничего толком-то и нет. Здесь союзная пехота. Две, два отряда копейщиков. А в тылы, в тылы пошла когорта легионеров. Ну да, сейчас если пики эти ломануть, то здесь, конечно, будет очень плохо у нас. Да, пикинеры еще стоят, конечно, и неплохо. Нет, загородил свой центр, посмотри, поставил доспешных легионеров. А между тем, левый фланг понта полностью разобран Римом. Генерал у понта умер. Ну, одними колесами против Рима, конечно, не затащить. А в этой ситуации именно так все и было. Ну, давай вторую, наверное. Давай. Ну, здесь больше не то, что там угадал, не угадал составом. А больше, наверное, все-таки имбовость Рима против понта. Два-два. Ну, имбовость, не имбовость, я проиграл понту Римом. Ну, видишь, опять-таки состав, да. Ну да, состав. Ты набрал... Собаки, триарии. Да, да, когда набираешь, будучи уверенным в чем-то одном, ты берешь состав... Ну да, я брал там самых дешевых, ну, очень дешевых мячей. Ну, поэтому у тебя, как сказать, у тебя вообще небалансный состав, да, то есть он с резким перекосом там в анти... Против, да, против кавалерийского спама. Да, поэтому это... Когда так, здесь уже ничего не поможет уже. Тысяча сто шестьдесят восемь, тысяча сто двадцать восемь убито. Ну, в принципе, очень равный такой бой. Да, колеса двести шестьдесят три, но не удалось им, конечно, переломить ситуацию. В то время, как вся остальная пехота... Кавалерия вот мне очень хорошо отработала. Не то чтобы очень, но прям зашибись, короче, кава понта отработала. Но на одной каве не выехать. Причем это юниты, которые набили по количеству, да, посмотри, вот восемьдесят один, семьдесят два, ноги и восемьдесят пять. Ну, мало. Понятно. В общем, римские мечи опять пришли и перерезали. Все до чего дотихнулись. Просто здесь даже цифры озвучивать, я тоже думаю, смысла нет. Поехали дальше. Что, два-два, да, счет? Да, счет два-два. О, нерви. Ну, приш, пошли. Уже варвары. Да, варвары на варвары. Все, пошел добывать победу, Волк, да? Да, надоело всякими сиракузами ему играть, похоже. Ну, может быть, он их и спецом отыграл-то, чтобы там чего-нибудь выманить. Рим тот же, да, возможно. Потому что, какой бы ни был ловкий Волк, конечно, и опытный игрок, тем не менее, как бы, он там против Рима. С учетом вышесказанного. Итак, качки новобранцы. Три заяценов по центру. Кроме этого, отряд избранных мечников. Разукрашенные, избранные, избранные. Третья линия, это Бритская Проща в количестве трех. Четвертая Ашлиния у нас тут отряд Копьеносцев. Конная разведка Бритов. Ну и фланги у нас, это отряд Копьеносцев, отряд избранных мечников. Еще один, отважная знать. Две отважных знати, в общем, у нас, да? Ну да, две элитки. Да, да, две элитки мечи. И всадники-ветераны, отважные всадники. И, да, по каве, то есть и цены берут элитную кавалерию. Два отважных всадника, два всадника-ветерана. И всего лишь два вот этих вот меча. Ну, возможно, против нервиев это и логично. Ну что, поехали на первой? Ну, поехали. Да, то есть сильная кавалерия. Ну, у этих, у и ценов-то кавалерия плохая. Одна из самых худших. Ну, элитка, да. Которая средняя и легкая. Вот элитка хорошая. То есть поэтому и взял элитку. Ну, еще надо сказать, что очень хорошие прачники у и ценов. Наверное, расстреливать нервиев будут. Ну, будет пытаться, да. Ну, это там слабо бронированная фракция. То есть их вот эти, которые яростные мечи, или как-то по-русски. Свирепые. У них броня-то небольшая. В германских всадниках мы видим на правом фланге два юнита. Застрелы, да. Застрелы это центр у нас. Это тоже качки новобранцы. Песьяне четыре. Кроме этого кельтская проща. Раз, два, три, четыре кельтских прощей. И мощная мечная линия. Это присягнувший раз, два, три присягнувших. И три свирепых меча. Могучие всадники. Два на правом фланге отряда. И два на левом фланге. Шесть кавалерий. Ну, по пехоте, да. Да, шесть кавалерий. Шесть кавалерий за нервиев. Причем вот эти-то, они же и в ближнем наемные германские-то вот эти вот товарищи. Ну, да. Но только единственное, они в ближнем, да, могут. Но у них они очень легкие. То есть они пехоту так очень плохо убивают. Совсем плохо. Ну, хотя бы как-то уже. Но зато они очень быстрые. Такие резвые. Как этот Левелин говорил там про астурийских-то всяких этих юнитов. Говорят, трезвые как понос. Да, да, астурийцы. А им деваться некуда. Нету дальних стрелков. Нету. Поэтому приходится ногами победу добывать все время. Бежать и бежать и бежать. Все верно, да. Ну, помечные составляющие по пехотной, конечно, нерви значительно сильнее вот в этом раскладе. Да, при таком раскладе, да. То есть три присяги и три свирепых меча они, то есть, если войдут. Да, при том, что надо учитывать, что может Волк заигрывать, да. То есть вот те же наемные фракийские воины мы видели, да, в первом бою там все за сотню ушли. То есть заиграть, зачаржить. Ударную пехоту он умеет заигрывать, да. Началось кручение. Это опять всегда в одну сторону у Асерера. Правда. Он всегда, всегда вправо крутит. Ой-ой-ой, всадники ветераны, да что уже отходить-то? Ой-ой-ой, еще могучие сейчас заходят на этих копьеносов. Тут и отважные знати сейчас достанется, бедолагам. И отважные всадники. Да, вяжет и пошли присягнувшие генералы. И все три сразу бритских прашника, все концентрируются на присягнувшем. Да, и посмотри, как махом с правого фланга эти германские пельтасты такова была переброшена. Тут же еще один могучий всадник входит. Уже три могучих всадника здесь мы видим на правом фланге Асерера и Цена. Да, и отважные всадники, какие бы они ни были хорошие, они, конечно же, сейчас под обстрелом. Их обстреливают и всадников ветеранов, и отважных всадников. Да, посмотри, заходят с чаржа у нас и свирепые, и присягнувшие зашли. Да. Ну-ка, крупный план поэкспериментируем. Ловят там легкую каву, но нет, она не убегает от могучих всадников. Ну, а что уже убегать? Убегать уже поздно. Другое дело, что опаздывают отважные всадники и всадники-ветераны, вот эти вот генерал и Ценов. То есть они не успевают. И вот эта конная разведка бритов, она, в принципе, могла бы выйти постараться на этих кельтских прашников за счет маневренности. Могучие всадники прожимают себе какую-то обилку. Скорее всего, в клин строятся, что ли? Да, в клин построились на ходу. Как стена щитов для мечей. Ну, а между тем у нас полностью завязано, да? Все, здесь могучие всадники два в один на отважных всадниках виснут. Генерал отважный всадники бьется с могучими. Чисто кавалерийская вот здесь вот ближний бой. На фланге, да? Да, 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 на фланге, на правом фланге центр завязан. Всадники-ветераны пытаются здесь добраться. О, вот они, германцы, заходят, заходят на прашников. Потому что прашники очень здорово просаживают гену присягнувшего нерви. Да, очень сильно просаживают. Прям шикарно вообще они здесь работают. Они в спину ему еще долго. Да, 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 да. То есть угол обстрела просто замечательно. Вот один не стреляет, два продолжают стрелять. Отряд избранных мячей отважное знать против свирепых мячей и присягнувших нервиев. Ого, мигают. Но посмотри, как сдвигает. По сути, как резерв стоял у нервиев. Вот здесь целая толпа вообще отрядов. Такая чихотная орда идет. Ой-ой-ой, да, вообще и присягнувшие. Два свирепых мяча и крестьяне-новобранцы. И нечем здесь на левом фланге уже и ценам встретить такой огромный. Этот резерв, по сути, нервиев. Потому что здесь у нас отряд копьяносцев и один отряд избранных мячников. Да, теряю эти нервы. Все-таки добился своего. Добил генерала Асерор. Нервийского. Ну да, дострелял, дострелял, да. Но эти вот замечательные прощи, то есть бритонские. Бритские, ага. Бритские. Ой, всадники-ветераны гуляют. Вот это, я считаю, очень неправильно. 51. Они могли здесь спокойно по тылам пытаться... И вот разукрашенные входят, но входят они... А, нет, не пошли. Да, они пошли в натиск по непонятно чему, по мигающему. Да, 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 да. Эх, да, потрачено. Да. Ну вот избранные неплохо сейчас зайдут на свирепых здесь. Да, не дает свирепым зачаржить. Отряд копьеносов здесь стоит. И бритская проща. Бритская проща вообще отрабатывает. Ого-го. Сейчас уже на Кельскую переключилась. Да, по Каве я смотрю, разменял Рискаве. Это преимущество у Иценов. Да, да, но вот он этот отряд только сейчас. Вот он идет сюда. И он уже мог по тылам спокойно отрабатывать. Потому что, ну, 56, это, ну, 51, вернее, это много. Тем более он с одной лучкой. Так, что могучие всадники были. Они весь бой держали этого отважных всадников. На вот правом фланге. Огрызок проводит, смотри. И сейчас по бритону. Да, и по бритским этим прачникам могучий. Да, да, 11. Ну, уже нечем просто и ценам здесь затыкать вот эти вот бреши. Хотя центр все-таки затащили. Да нет, где же они центр затащили? Ну, так сейчас, да, присягнувшие подходят. Ну, я и говорю, нервные. Вот еще море. Четыре мяча почти полных. Ой, 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 ой. О, этих. Мячей-то очень много. И причем мячи, то есть, не пустые. Обмен, смотри, проходами кавалерии на прашников такой. Пытается присяга дотянуться до ветеранов всадников. Я так понимаю, она их частично цепляет, но кельской проще сейчас мало тут не покажется. Слушай, ну упорный мой здесь до конца не ясно. Да нет, тут еще ясно, тут по мячам колоссальное преимущество. Ну, хотя, конечно, если прощипы... Ну, проща же есть, я вот о чем. Кавалерия есть. Всадники эти ветераны. Один кельский прашник, правда, он в две лычки, но тем не менее. Так он уже почти отстрелялся. Но он избранным мячам, видишь, в спину как выпит. Да, нужно добивать. Ой, всадники ветераны очень много потеряли. Их 35 всего. И посмотри за ними, как упорно эти... А, вон еще еще. Они бегут и цепляются за отступающие отряды, эти всадники ветеранов. Что, вот, обрати внимание, вот твой любимый момент в Риме-2. Какой? Ну, как сквозь прощу кельских прашников. Прошел, да, 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 всадник ветеран. Прошел, двух всего лишь потерял. А здесь в отряде шибко тоже нарезать не успел. То есть просто протянул через прашников. И снова заходит он на них, посмотри, еще раз. Прачникам конец тут, но зато и мячам конец там. И мячам конец, да. Не, ну кава еще не то самое. Ну кави надо дорезать. И снова, посмотри, присягнувшие бегут. Вот почему всадниками ветеранами вынужден носиться. Ну все, да, добито, добито. Здесь проща. Ну а здесь избранные мечники зря, наверное, не со свирепыми-то сошлись. Ну их догнали, наверное. Может быть, да. Потому что эти свирепые, это быстрее бегают. Они здесь все прожали. И не истовство прожали эти. Ну, конечно, здесь избранным не выстоять. Да, и переключается Асерор, смотри, на присягнувших на отряд, где 46 человек. Но чтобы чаржить кавой, надо с чем-то завязать. Там, похоже, боезапаса уже не остается у прачников. Да нет, он показывает, что это еще нормально. Желтенький. А, желтенький, да, прямой. Я думал, преимущество на стороне нервиев. А наоборот, нет. Сейчас свирепые стоят. Но сейчас присягнувшие дотянутся. Они, конечно, мяч убьют и проща сбежит, блин. Да, надо было раньше вот этой кавой-то уже всадниками ветеранам попытаться дотягивать. Нет, сливаются свирепые мечи. Ну, как сливаются, то есть в кавычках. Да, срочно-срочно всех уводить. Нет, присягнувшие бегут, бегут. И добегают до избранных мечей. Да, не успевает. Пытается, пытается их вытащить, но уже нет смысла, наверное, вытаскивать. Хотя нет, есть, 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 есть. Но как под обстрел сбоку попадают присягнувшие. Да, да, да. Я сейчас крупным планом просто все это показываю. И четко видно, что большой отряд. А сейчас на малый отряд фокусируется присягнувших бритские прашники. Слушай, ну на соплях, конечно, тут все держится. Вроде бы, да, по мечам-то как бы и нехило, но проща сейчас достреляет она вот этих присягнувших. О, еще и пилу не успевает кинуть присягнувшие. И отчаянно спытается отряд избранных мечников. Не, ну тут нервная концовка, конечно. Ну, наверное, вторую включен. Похоже, одна проща отстрелялась. Я вторую включу. Да, одна отстрелялась. Да нет, она не отстрелялась. Показывают желтенькая, опять-таки. Что за этот... Под чарж всадников-ветеранов, скорее всего, это делается. Да, 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 именно под чарж кавалерии это делалось. То есть решил отдать прощу. Ну, наверное, напрасно. Да нет, мне кажется, она отстрелялась. Зачем бы он ее? Он ее в бой прямо кинул. Да, но она желтенькая прям. А тебе, ну еще что? Желтенькая, это ж мораль. Не-не-не, стрелы, стрелы желтенькие. Да нет, они с мечами бегают. Ты что, сейчас смотри, они сейчас бегут с мечами. Да-да-да, точно, да. Они отстрелялись. Ну и все равно 4 отряда. Не, ну присягнувшие они есть. Их 107. Блин, их так много, короче. Просто очень много. И все прощи отстрелялись обе. Да-да, и здесь уже все, конечно. И присягнувшие 2 раза умудрили. Да, чержануть. Да-да-да-да-да. Тут видно прям четко это было. Ну вот она, эта заруба. Крупным планом. Ну почти полный отряд присяги, да, все дорежет. Да. Ну очень упорный бой, конечно. Близок был Асерор. Чуть-чуть не хватило бы. Да, к тому, чтобы сравнять, вернее, увеличить преимущество в этом поединке. А так. А, да, сейчас 3-2 в пользу Волка. Да, сейчас 3-2 в пользу Волка. Да, до 4 побед идет бой. Ну удивительно, я думал, тут будет разгром и ценов почему-то. Оно было бы очень упорно. Да, да, посмотри. Все-таки вот то, что, ну, во-первых, у и ценов, посмотри, отважное знать, отважные эти всадники, вернее, плохо сыграли. 59-66. Да, я понимаю, это кавалерия, но не мог себе позволить Асерор размен кавы своей вот этой элитной на не пойми какую кавалерию этих могучих всадников нерви. То есть, однозначно он в пользу... Ну что, посмотри, могучие всадники 69-63 и отважные всадники 66-59. Ну, что тут говорить. Набрал бы уж всадников ветеранов, я думаю, здесь все-таки по-пехотной это составляющие. Отлично отыграли брицкие прачники. Посмотри. То есть, 108-147. Зафокусили присягнувших. Отличный вот этот момент был для Асерора, один из таких решающих моментов в бою. 91, то есть, не дал одной присяге сыграть. Законтрил ее. Свирепые мячи по итогу сыграли все. Да, и присягнувшие сыграли все. Ну, да. Поэтому прощение дало. Но у него генерал не сыграл 90-го. Генерала расстреляли просто хлам. Да, я и говорю, что вот этот обстрел генерала замечательно. То есть, были все моменты для того, чтобы выиграть. Но отважная знать 63, да, и отряд избранных 38, конечно. И плюс вот эти вот два элитных юнита, которые не сыграли по большому счету. Они, конечно, не позволили одержать победу. Ну, и разукрашенный. Ну, вообще-то разукрашенный. Что, он один был. Ну, да. Напряженный, интересный бой. Молодцы парни, отлично. Ну, и решающий. Галатия и Лузитаны. У-у-у, бедная Галатия. Бедная Галатия. Порежут еще с Лузитаны. Ну, да. Не, ну, Лузитаны, да, это, конечно, силище. Что тут у нас? Четыре ветерана, бюджетоносца, да. Так, ну, и Галаты. Нравится мне Галаты. Есть у них что-то такое. Мне тоже. Интересная фракция. Да, да, такая, прямо она необычная. За счет вот этих вот легионеров, ветеранов нужно выстраивать, да. Итак, Галатская Знать по центру. Два элитных копья и Галатская Знать элитный копейщик в роли генерала. Крестьяне-новобранцы. Два на правом фланге. Один на левом фланге. Мощная мечная линия представлена Галатскими мечниками, Галатскими легионерами. Ну, понятно, Галатских легионеров четыре, два галатских мечника, три кельтских прощи и галатские разбойники, которые в ближнем бою могут. Кроме... Интересно, как он запихал, ну, да, говори, говори. А, да, запихал еще и две Каппадокейки. Да, да. По флангам у него в деньги влезло все это. Не представляю. Да, три элитных галатских этих... Копья, да. Ну, поехали на первый, потому что эти скрываются. Угу. Узитаны вообще очень скрытная фракция. Стесняются они вечно. Ну, первый ряд у нас это иберские прачники в количестве трех. Вторая линия центра это скутарьи-копейщики. Раз, два, три. Я вот... Ага. Четыре скутарья-копейщика. Вторая линия это мечи у нас. Это лузитанская знать по флангам, я так понимаю, здесь где-то генерал. Да, вот он, лузитанская знать и четыре ветерана-щитоносца по центру. Конные скутарьи. Раз, два, три, четыре конных скутаря. Ну, что ж, отличный такой боевой состав за лузитанию, скажем так. Ну, два элитных меча и четыре обычных. То есть, такой стандартный, один из стандартов. Ну, да, здесь как бы ветераны-щитоносцы могут. Ну, скутарьи-копейщики это же как бы не самые такие... Ну, такие средние копейщики. А, да, средние, нормальные, хорошие копейщики. Ну, крестьян-новобранцев-то они всяко... Всяко, да, путь делают. Так, а еще вот один отряд здесь, это партизаны лузитанские еще вот появились. Значит, где-то и слева должен быть еще один партизан, потому что смотри, как лузитанская знать стоит. Да, скорее всего там... Открытая, Жаня, я думаю, вряд ли оставил бы вот так открытым все это дело. Вообще, странный состав против лузитанов за галатию я бы делал упорно стрелков расстреливать, потому что в ближнем-то бою вся эта галатская знать будет просто перерезана в жертву. Да, я вот, я только хотел сказать, что не нужны здесь вот эта галатская знать. Ее вырежут раз, и есть же за не только кельские прачники, там же эти есть кто-нибудь. Сирийские. Лучники, их там сколько-то, два или три, или можно брать на армию. Мне кажется, вот они бы зашли вообще, прям замечательно зашли. Ну, то есть, либо четыре прощи, там, либо лучники две прощи, два лучника, две прощи. Да, да, ну, что-нибудь такое. То есть, больше стрелковая составляющая. Да, 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 да. Да я бы вообще не знаю, тут набрал бы чисто этих лукарей, вот сколько можно максимально. Ну, как бы... Ну, у них боезапас маленький. Да, что они отстреливаются, да, да, отстреливаются быстро. У них будет меньше, чем у прощи. Ну, все-таки приходим к выводу, я думаю, пять стрелков за галатию было бы нормально. При галатской знати и гена, при двух кападокийках более чем зашли. Ну, четыре, пять можно, то есть, ну, пострелять здесь надо стрелять. То есть, нужно было упор на каву и стрелков делать. Ну, кава здесь, с кавой шибко не разбежишься. Хотя, в принципе, да, вместо галатской... Ну, можно было вместо галатской знати элитной кавы набрать. Она стоит чуть-чуть дороже. Да, 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 но она не чуть-чуть там... Ну, она тысяча триста, по-моему, а знать тысяча сто пятьдесят. Тысяча сто, да, это уже две сотни, как бы, такая разница. Ну, вместо трех взяв двух. Ну, да. То есть, кавы здесь можно было бы, резервов для кавы можно было много еще. А вместо знати взять этих дешевых галатских копий. Потому что, говорю, то есть, ну, здесь одной этой галатской знати, мне кажется, за глаза было бы. Да, конечно. Пусть бы она даже генералом была бы, бог бы с ними. Стояла бы дольше. То есть, меньше риска, да, что кавалерия, как бы, запопала бы под что-нибудь там. Ну, и хашки, я не знаю. Ну, вообще, хашки, если их заиграть, да. Ну, хашки хорошо, лучников подполовить, вырезать. То есть, это-то нормально. Ну, вот, на конных скутариев. Конные скутари, они очень подвижные, товарищи. Могут и догнать. Да, да, и догоняют, походу, догоняют. Каппадакийка здесь, честно, Каппадакийка-то, если зайдет... Ну, а не догнать-то догонять, там Каппадакийка подходит. Да, 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 да. Да, вот, да, все-то хотел сказать, что Асерору пора уже один отряд остановить, чтобы Каппадакийка успела добежать. И тогда здесь на этот... О, попадают конные скутарии, вообще, смогут ли они вообще сбежать? У меня что-то такое ощущение, что эти два отряда просто-напросто сливаются. Да, все, все, сливают. Слушай, мощный задел. Бой-то вообще упорный, аж 17 минут дрались ее пары. Хорошо, Асерор начал. То есть, точнее, ошибку Волк совершил. Да, да. Зачем ему нужно было гоняться за этими застрелами кавой? Да, он их... Хотя 5 и 6, 11. Ой, пропускает, увлекся здесь на фланге. Посмотри, конный скутарий, бац, по кельтским прашникам. Это, конечно, тяжело. Понимает Волк, что стрелки страшное оружие против лузитанов, поэтому он видит, что есть, охотится на них. То есть, даже, что он сейчас кавом его отхватит, может быть? Ну, не, ну, она отхватит, так она 33 накосила, это немало. Да, выходит, Кападакийка потеряла 10, и крестьяниново-бранцы. Тут уже ветераны-щитоносцы, посмотри на правом фланге. Раз, два, конный скутарий, еще один с фланга пришел. Ну да, двух конных скутарьев просто-напросто потерял. Ну, здесь что уже от конных скутарьев бежать-то? Можно уже сходиться, Кападакийка с ними, при поддержке галатских разбойников, расстреливать ее. Но не рискует, почему-то отводит Кападакийку, она в это время теряет. Ну и полностью всю армию Волк смещает на... ...право. Ну и отходят, отходят галаты. Все-таки, я так понимаю, они надеются еще пострелять. Ну, правильно, Волк направо тащит все, потому что у него на правом фланге все как бы завязалось. Да, посмотри, два ветерана-щитоносца тут шпарят. Ну, что-то они оторвались от остальных. Да, да, он понимает это, но не хочет останавливать вот это вот продвижение, потому что, в принципе, прорыв-то удачный. Поэтому и вот этот вот марш-бросок сейчас всей армии на правый фланг происходит. А я не понимаю, ну а зачем Волку завязываться? На самом деле, по стрелкам у него уже преимущество. Ну, а вот теперь он это понял. Да, да, нет, но он, может быть, хотел как-то догнать там это все дело. Я, кстати, обрати внимание, мне кажется, в управлении какие-то с юнитами что-то не то. У галатов в какой-то момент вот мне показалось где-то, что они прям как-то это, не туда и побежали. Хотя нет, вот сейчас все видно, что утряслось. Потому что как-то сумбурно они стоят, посмотрю, вот галатские мечники как-то непонятно встали одни и пары. Может, группа съехала. Да, скорее всего. А галатская знать как-то тут с крестьянами-обранцами маленько не пацаны. То есть по стрелкам-то тут уже на самом деле перестреляют. Если в чисто стрелковое дуэль, то лузитаны уже перестреляют, потому что они там выкосили полотряда кавой. Ну, даже не полотряда, ну, не знаю, насколько как бы это... Ну как, он там 57-57 только из 90-го, почти полотряда. То есть это уже огромный задел, чтобы победить чисто в перестрелке. Это явно победят в перестрелке. То есть здесь уже нужно галатам как-то вырезать, ну, кавалерии свои добираться. Пытаться работать кавой. Ну, в принципе, неплохо. Что тут Каппадакейка 96 уже набило, но 21 остался всего лишь. Ну да, надо кавой, кавой нужно обходить, конечно, здесь. Нужно маневрировать хотя бы стрелками. Ну, пытается вот своей пращой, да, 3 в 1 фокусе тиберских прашников. Что-то пока это результат не приносит. Да, 55 уже, да, мы видим. Ну и все, два ветерана-щитоносца на левом фланге при поддержке лужетанских партизан, да, и скутарьев-копейщиков. Ну, не знаю. Стоит Асерор, да, не решается он атаковать. Ну, нету забойной такой пехи, да, все-таки. Галатские легионеры, да, они, конечно, красавцы, но... Элитки нету, и завязать здесь. Галатские разбойники, посмотрел Узитанскую, знать неплохо. Хотя тоже сами выхватили пиломов. Ну, выхватили. Да, неплохо, причем выхватили. Гораздо больше выхватили, чем просадили. Да, уже бы... Ну, да, конечно. Они кинули 60 пиломов, в ответ получили 120 пиломов. Да, да и вообще зачем? Еще и у пилома бон-бонус против кавалерии. Конечно. Вообще, надо было вот со скутариями здесь разбираться. Полностью лишить Узитанов кавалерии, тогда уже имея тотальное это преимущество в каве пытаться... Ну, тотальное в кавычках, поскольку кавалерии здесь не так уж и много, да, мы видим. То есть, один отряд Кападокийки покоцан и один целый. Ну, и галатские эти разбойники, в принципе, имея, ну, как в Вахе. Я что-то смотрю, решил Волк завязаться на левом. Да, я вижу. Входит с скутариями и... Крестьян на обранцах убивает их, да, ветераны-щитоносцы. Ну, вот он так аккуратно-аккуратно все это подтягивал. Узитанская, знать, посмотри, вот уже на левом фланге у Узитанов. Две порошки здесь отрабатывают. Вот я иногда маневров Волка не понимаю. То есть, зачем ему нужно было кровь из носа-то завязываться? То есть, у него еще, то есть, прачников куча. Ну, стой и стреляй. Ну. Кавал, у него один огрызок кавалерии. Ну, как бы... А, он сейчас этой кавой-то прибьет огрызок до кельских прашников. Ну, то есть, вот, да, вот эти в тылах у Асерора все-таки разбойники, это вот цель для них была конной скутарии. Ну, а завязывает почему? Ну, во-первых, это инициатива, да. Мало того, что ты стоишь, стреляешь там, ну, по тебе тоже в это время стреляют. Кавалерия у тебя... У тебя, ну, у него же преимущество в стрелях. Да, да, ну, кавалерия по тылам у тебя орудует тоже. Да, ну, может быть, надоело, что эти хашки... Да, да, еще и хашки, может быть, надоели. Ну, а конные скутарии, да, у-у-у, 116. Ничего себе, тут уже все равно, кого они. Ну, а теперь здесь ближние, я думаю, здесь уже, конечно, лузитаны. Галатские мечники отступают. Удирают. Прям, да, прям, удирают, действительно, не просто отступают, они удирают. И вместо них идут галатские легионеры. Да, причем один и второй отряд. Второй что-то пока стоит, галатских легионеров. Да, но они вторым темпом, галатские мечники, кидают пилы, им очень здорово, на ветеранов-щитоносцев кидают. Да, вот теперь Кападокийка, здесь она... Ею надо максимально быстро маневрировать, конечно, пытаться ее... Ой, но ей здесь уже не место, ее надо уже уводить отсюда. Ну, выводит, так и делает. Да, да, да. Ну, а тут что у нас? Мечи на копья, мечи на мечи. А, посмотрите, там в тылах орудует этот скутарий, и еще раз ударили по кельской. По-а-а-кельской, да, эти, прощаю. Загло, так, причем там кавалерия вокруг, и все равно они добрались. Вот, слушай, самый полезный юнит, однозначно, отдаем ему приз, вот этому юниту комиксу. Да, он шорох ударил везде. Вообще. И бой завязал на фланге, и прачников почикал. Вот только сейчас погибает. Так он набил, ого-го. И тотальное превосходство по стрелкам сейчас у лузитанов, посмотри, лупят там. И лупят, и они при том, при всем при том, что они прикрыты здесь этими лузитанскими партизанами. Так, ну а Каппадакийка, что у нас? Зачем-то чаржит она ветеранов-щитоносцев, я думаю, совершенно это ни к чему. Спокойно можно было. Да, да, лоб. Надо было обходить вокруг и в тылы выходить. Конечно, вот сейчас проща, свободно, пожалуйста, галатскими этими разбойниками, почему бы и не бить? Ну хотя, тоже ей нельзя было в тылы выходить, потому что эти ветераны-щитоносцы бы в тылы пробили галатским легионерам. Но, опять-таки, вот еще огрызочек небольшой есть. Есть галатские эти разбойники, Каппадакийки здесь немного, но есть. Ею нужно было пытаться маневрировать как-то. Ну то есть уже... Ну и потом, галатская знать же, вот здесь 113, сейчас легионеры зайдут на щитоносцев. Здорово стоял. Все-таки центр... Да, вот теперь смотри, Каппадакийку пытается протащить. Не-не-не, нельзя-нельзя. Ой, вот это фейл, конечно, блин. И по ней еще и лупо прощали. Да, и прощай, Лузиканская. Очень опасный был этот маневр, конечно. Да, вообще феноменально рискованный. Надо было через фланги проводить. Конечно, конечно. Потому что все равно не остановил ты ветеранов-щитоносцев. Ну да, их покоцало кава и неплохо. Они один фиг зашли в тыл. Ну не остановить их кавалерии. И фланг зарулили лузиканы, там все вырезали. Вот что мы говорим, да, когда добираются лузиканы до ближнего боя, они все вырезают. Ну давай вторую, наверное, мне кажется, преимущество такое уже есть. А что еще 4 минуты тут будет происходить? Да, я тоже не представляю. Вот галатские добежали, смотри, разбойники. То есть они добежали тогда, когда уже это... Ну что-то, может быть, помешало здесь Ассерору. Может быть, он увлечен там где-то микро был. Но это действительно, имел он преимущество, конечно, с кавалерии. То есть началось все с того, что надо было сразу тех скутариев убить. Вот смотри, не убил он тогда галатскими этих скутариев. Они порезали всю прощу. Ну там пусть не всю, но очень много они прощи вырезали. Ну здесь, похоже, копья эти элитные очень долго Они будут стоять до УПД, да. Несмотря на все вот эти вот плюшки. Ну а кава-то, смотри, ей сейчас кава может по тылам хорошо пробить лузитаном. Вот если сейчас бить тыловыми натисками, в принципе, ну хотя... Да, 19 каппадокики. Ну он встречает эти натиски, эти ветераны-щитоносцы. Ну да, да, он выдергивает и щитоносит. Видишь, здесь за счет чего тащат лузитаны? Две лузитанских знати, то есть два элитных мяча. Да, у них еще аура тут. Да, да, а их просто-напросто, таких мячей нету в составе, чтобы убивали. То есть не осталось отрядов сейчас у галатов, которые бы убивали действительно. Ну только тыловыми натисками. Да, только тыловые натиски. И один легионер, конечно, он не затащит этот бой. Причем это натиски легкой кавы, только одна каппадокики. Да. Это могрызы каппадокики, 8 штук всего. В основном натиски до легкой кавалерии они ничего не сделают этим мячам. Вот тот отряд погиб, где 45 было, который пытался протащить, конечно. Да, вот он бы тут, конечно, разорулил. Это полный отряд тяжелой конницы. Да, здесь как-то... А так эти элитные мячи все вырезали. Все эти копья они вырезали, конечно. Да, ну понятно, что они... Да, трагично. Второй такой поединок здесь для Серрора. Да, там и цены с кем там бились. Арверны, да. Да, два последних поединка упорными получились. Да, вообще я бы не сказал, что здесь там только в одном поединке, да, как бы достаточно уверенно победил Волк. А в пяти остальных-то уж в четырех-то и подавно была навязана очень упорная борьба. Отличный финал, парни. Замечательно. Да, вот она эта галатская знать долбанная. 83-112, блин, 150 должны такие отряды набивать. Но как копейщиками 150 набить? Это крайне редко бывает. Ну, причем это они убивали, это, скорее всего, копья. Да, в основном, да, да. Бутарии копейщики были. Галатские разбойники, 162, блин. Ну, опять-таки, цифры-то неплохие, но когда они появились, эти цифры уже, да, то есть, когда были... Ну, поздновато, да. Да, когда эти фраги были набиты, они... Ну, и легионеры, в принципе, два-то очень хорошо. Не, ну, легионеры делали все, что можно. То есть, 4 юнита держалась, рубилась, убивала. Ну, а здесь, да, галатская знать, 320, 239. Ого, 320. 320, ага, не говоря, аж трилочки набили себе. Это просто уже мега-крутой отряд к концу боя был в составе. Да, ну и разница по убитым-то, опять-таки, при том, что армии количество одинаковое было, да. По убитым разница-то небольшая. Потери тоже, да. Ну, и у Лузитана еще герой, кавалерия-то забыли, мы про нее помнишь, кавалерия. 151, да. 150, которая всех стрелков повырезала. Да, 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 вот этот юнит. Ну, вот несколько моментов в бою, да, как бы мы их четко обозначили, которые... Реализуй их грамотно, ну, не то, что говори, реализуй их вообще, а серор, да. И я думаю, победа даже при таком составе могла бы быть за Галатей. Учитывая то, что вот два скутария, смотри, 10-12, а не пол кавалерии сразу у Лузитанов. Но вначале была огромная ошибка у Волка. Конечно, конечно. Без-за что в две кавалерии. То есть, когда... Это как в игре с Грассмейстером, знаешь, если он тебе фигуру зевнул, блин, 10 раз соберись и попытайся... Использовать. Да, использовать это преимущество. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Гуд гейм, отличный поединок, парни. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok